МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Область события-факты в эфире. Как всегда, подводим итоги уходящей недели. В студии Анастасия Петраш. Смотрите сегодня. Миллионные убытки. В пяти муниципалитетах области введен режим ЧС из-за гибели урожая. С мазута на газ. Котельные свободного планируют перевести на голубое топливо. Деньги на здоровье и труд. Амурская область получит 250 миллионов рублей из Федерального резерва на модернизацию соцобъектов. Четыре претендента в Амурском избиркоме зарегистрировали кандидатов на выборы губернатора Преамурья. Одна из главных тем недели – подготовка области к зиме. Эта тема обсуждалась и на заседании правительства, и на встрече в Рио губернатора с жителями Ромнинского района. Котельные, тепловые и водопроводные сети Преамурья готовы к предстоящему отопительному сезону более чем на 50%. Районы уже запасли 100 тысяч тонн угля и более тысячи тонн мазута. В этом году в регионе планируют отремонтировать более 300 котлов, заменить 50 километров тепловых, 20 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей. Кроме того, уже сейчас коммунальные предприятия области запасаются углем и мазутом. В Благовещенском, Зейском, Мазановском, Шимановском районах, а также в городе Зее возникли сложности с заготовкой топлива. Дело в том, что из-за непогоды приостановлена его отгрузка. Кроме того, в некоторых населенных пунктах возникли трудности с оплатой поставок угля и мазута. Василий Орлов поручил главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств взять на контроль подготовку к отопительному периоду. Обратить внимание на своевременное исполнение графиков завоза топлива и его качества. Хорошо видно, что на 23 июля топливо составляло 77 тысяч тонн. Сейчас уже 100 тысяч тонн. По плану 113, 88%. Мазут 81,7%. Остаются. Завод осуществлялся в крупных городах. Еще одна немаловажная тема – ущерб, который нанесла аграриям недавняя стихия. Из-за ливней и паводков пострадало более 100 тысяч гектаров сельхозугодий. В первые два месяца лета осадков выпало в два раза больше нормы. Повышение уровня воды в Амуре и Зее перевело к переувлажнению почвы. Убытки аграриев исчисляются миллионами. Ущерб сельхозтоваропроизводителей области – более миллиарда рублей. От большой воды пострадали все сельскохозяйственные районы области. Около 10% посевов оказались затопленными. Из них 107 тысяч гектаров сои и почти 8 тысяч гектаров зерновых. В пяти муниципалитетах области в Константиновском, Благовещенском, Мазановском, Магдагачинском, Шимановском районах введен режим ЧАЭС. В Ивановском, Тамбовском, Завитинском, Серышевском, Белогорском районах переувлажнение почвы. Сейчас руководителям территории необходимо проинспектировать пострадавшие посевы, чтобы подготовить актуальную информацию для выстраивания дальнейших действий. Ведь фермеры смогут претендовать на поддержку федерального бюджета. Вопрос об этом в Рио губернатора намерен поднять во время встречи с Дмитрием Медведевым 7 августа. Тем временем, амурские дорожники уже восстановили более 30 километров размытых участков дорог. Восстановлено 9 из 74 отрезков. Также рабочие провели реконструкцию 9 из 11 подходов к мостам. В некоторых населенных пунктах идет замена водопропускных труб. В первую очередь работы ведутся там, где необходимо возобновить автомобильное сообщение между населенными пунктами. По этим дорогам будет ходить общественный транспорт и школьные автобусные маршруты. Некоторые районы области пока остаются затопленными. По информации пресс-службы Амурского правительства, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после схода паводковых вод. Движение транспорта организовано по объездным путям. Напомню, в общей сложности из-за большой воды пострадало более 80 километров местных и региональных дорог в 12 районах области. Среди них Благовещенский, Завитинский, Ивановский, Свободненский, Тыненский, Шимановский. Котельные Свободного планируют перевести на газовое топливо. А так экономически выгоднее и экологичнее, говорят местные власти. За два года коммунальные объекты подготовят к модернизации. Будет готова и вся необходимая документация. Репортаж Дениса Свириденко. Первыми на газовое топливо планируют перевести четыре коммунальных объекта Свободного. Это мазутные котельные второй школы, маслозавода 54-го квартала и городской больницы. Город включен в областную программу газификации. С министерствами ЖКХ и экономического развития при Амуре разработана дорожная карта. Пока эксперты оценивают техническое состояние помещений и оборудования. Рассматривается, ведется предпроектное согласование. Будет рассматриваться вообще ли можно перевести все наши котельные на газ. Какие-то нужно будет закрыть со временем. У нас есть будет точка предсоединения, как все свободницы уже знают, что точка предсоединения магистрального газопровода это в районе радиоточки у нас. Сейчас в Свободном действует 36 котельных. Перевести их на газовое топливо выгоднее, ведь оно дешевле угля, общий расход которого в городе превышает 150 тысяч тонн в год. К тому же газ экологичнее. Сгорело, через дымовую трубу вылетает дым, сажа и все остальное. Все это от некоторых котельных, которые были построены еще в 70-е, 80-е годы, в начале 90-х годов, не было соблюдено роза ветров и так далее. И поэтому часть сажи и пыли от угольных полей идет на город. Еще один проект культурный. За последний год в Свободном изменился городской парк. В 2017-м на его благоустройство из федерального и областного бюджетов выделили более 10 миллионов рублей в рамках программы «Парки малых городов». Сегодня здесь отдыхают целыми семьями, а для молодоженов установили необычную беседку-карету и мостик влюбленных. Вечерами жители Свободного собираются на новой концертной площадке, где проходят концерты и дискотеки. В том числе и детские дискотеки, очень полюбившиеся с 1 июня. Мы продолжим эту традицию. Плюс ко всему на территории городского парка у нас работает ряд аттракционов по договору о взаимодействии с индивидуальными предпринимателями. И они же ухаживают за благоустройством на территории городского парка. Кстати, каким будет парк, выбирали народным голосованием. Горожане отдали предпочтение спорту. За несколько месяцев на территории построили воркаут-площадку, мини-футбольное поле и скейт-парк. Эти новомодные тенденции по скандинавской ходьбе. Бабушки приходят, гуляют по всему парку аккуратненько, тихо, спокойно. Ничто им не мешает. Можно и в теньке походить, не как на стадионе. Вышел и по жаре, идешь, идешь, идешь. Здесь можно разные круги, разные маршруты для себя нарисовывать. Однако на этом развивать городской парк местные власти не завершат. Территорию места отдыха, как и весь город, планируют сделать еще зеленее и удобнее для жизни амурчан. Денис Свериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Денис Свериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Коммунальщики вносят информацию о количестве твердого топлива, а железнодорожники оценивают запасы и планируют поставки. Кстати, в соседнем регионе такой способ контроля объемов угля успешно используют. Информационная система размещена на портале железной дороги. Амурские котельные уже тоже подключены к ресурсу. Более миллиона рублей сможет сэкономить Ромнинская больница. Сейчас в двух-трехэтажных зданиях учреждения могут проходить лечение 25 человек. В ближайшее время стационар оборудуют в одном корпусе. Эта мера позволит рациональнее использовать имеющуюся площадь и снизить расходы. Освободившееся здание передадут в муниципальную собственность. Оно станет жилым помещением. Подробнее в следующем материале. Один миллион двести тысяч составит экономия по теплоэнергии. Также снизятся затраты на свет, содержание здания, зарплату сотрудникам, которые обслуживают корпус. Освободившиеся средства в больнице смогут потратить на содержание и техническое обеспечение медицинского учреждения. Просчитали все экономические риски, которые на содержание этого здания и нашу потребность. Это здание, оно сейчас просто не нужно для больницы, потому что больница развивается на 25 коек. В двух-трехэтажных зданиях 25 коек содержать нерационально. Ромнинская больница сегодня развивается довольно-таки интенсивно. Мы смотрим материально-техническую базу, будет усиливаться работа по материально-техническому обеспечению первичного звена, особенно ФАПов. Мы здесь монтируем два ФАПа, а по стационару мы сегодня тоже провели оценку по Ромнинской больнице. Мы видим, что есть резервы и технологии для того, чтобы сосредоточить стационар в одном здании. По словам Андрея Суботина, в районе существуют проблемы с предоставлением жилья медработникам, которые приезжают в рамках программы обеспечения больниц кадрами. Поэтому освободившийся корпус после проведения реконструкции могут использовать как жилые помещения. Здесь планируют оборудовать около 20 квартир. Кстати, именно проблемы здравоохранения больше всего волнуют жителей Ромнинского района. В рамках проекта напрямую к губернатору они задали около 170 медицинских вопросов. Во время встречи Василия Орлова с селянами министр здравоохранения рассказал, что уже сделано. По данным ведомства, 159 вопросов касались оказания медпомощи, 62 – лекарственного обеспечения. Также ромнинцы жаловались на завышенные, по их мнению, цены на медикаменты. Еще одна важная тема встречи жителей в Рио губернатора – приведение в порядок дорог и объектов ЖКХ. По данным Министерства транспорта и строительства, в 2018 году в селе Ромно отремонтируются несколько дорог. Ремонт уличной дорожной сети по улице Гагарина, то есть планируется устройство железобетонных труб, устройство железобетонных лотков. Ремонт уличной дорожной сети по улице Партизанская планируется устройство железобетонных труб, устройство водоотведения канав и восстановление покрытия, подсыпка песчаной гравийной смесью. Ремонт уличной дорожной сети по улице Октябрьской планируется устройство водопропускной трубы, устройство водоотведения. В планах также восстановление гравийного покрытия на участке дороги Белогорск-Новая Ромна с 34 по 44 километра, а также Ивановка-Поздеевка с 47 по 70 километр. До 1 ноября должен быть составлен план ремонтных работ на 2019 год. Некоторые вопросы селян касались капитального ремонта многоквартирных домов. По планам уже в следующем году начнется ремонт двух домов, а на пяти объектах работы будут завершены. На встрече говорили и о подготовке к отопительному сезону. В районе установят новые котлы на трех котельных. Василий Орлов отметил, вопрос подготовки области к зиме стоит на его личном контроле. На каждом заседании правительства главы районов отчитываются о запасах топлива и подготовке коммунальных объектов. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Около 30 миллионов рублей получит на капремонт Усть-Ивановский психоневрологический интернат. 4 миллиона – дом-интернат в Благовещенске. Всего же на социальные задачи, социальные сферы из резервного фонда правительства России при Амуре выделили 250 миллионов рублей. Средства также пойдут на модернизацию социальных объектов, протезирование трудоустройства инвалидов. Эти вопросы Василий Орлов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорием Лекаревым. В числе проблем завершение строительства малиновского дома-интерната. Для окончания реконструкции не хватает 250 миллионов рублей. В ремонте нуждается и лечебный корпус реабилитационного центра для детей и подростков в Бордогоне Свободненского района. На встрече говорили и о создании в Преамурье центра протезирования. Для этого необходимо закупить оборудование и обучить людей. К примеру, организовать обучение на базе крупнейшего института в Санкт-Петербурге. Также в ближайшее время будет обсуждаться вопрос авиаперелетов людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эта вот вынужденная мера с перелетами через всю страну, она, понимаете, конечно, тоже нами будет прорабатываться, особенно если авиационным транспортом удобнее. Но правильнее приблизить услугу к человеку, приблизить услугу к тому месту, где он живет. По каждому из этих вопросов нам предстоит большая работа, потому что действительно вы знаете, что серьезный дефицит бюджета наблюдается в стране, и часть вопросов требует организационных решений, а часть вопросов требует, соответственно, финансов. По этим вопросам мы с коллегой выстроим определенную дорожную карту и через некоторое время сможем ответить, что нам удалось решить, о чем удалось договориться, в какие сроки и так далее. И теперь к теме выборов. В Амурском избиркоме зарегистрировали кандидатов, которые планируют занять должность губернатора Преамурья. В предвыборной гонке за кресло главы региона будут участвовать четыре претендента. Все кандидаты предоставили в избирком необходимые документы, а также прошли муниципальный фильтр, собрали нужное число подписей депутатов, представительных органов и глав муниципальных образований Амурской области, избранных народом. Напомню, собрать нужно было не менее 199 подписей. Итак, побороться за место руководителя Преамурья на досрочных выборах смогут Наталья Глазкова, региональное отделение Народной партии за женщин России, Сергей Левицкий, региональное отделение партии «Справедливая Россия», Василий Орлов, региональное отделение партии «Единая Россия», Татьяна Ракутина, региональное отделение КПРФ. Всем кандидатам вручили удостоверение, а также закон о Мурской области о выборах губернатора. Сегодня они получили статус «Зарегистрировано кандидата». С сегодняшнего дня кандидаты могут официально вести агитационную работу и встречаться с избирателями уже в качестве зарегистрированного кандидата. В области сейчас реализуется несколько крупных инвестпроектов, а это большая ответственность, отметил Василий Орлов. При этом в Рио губернатор сказал, что все участники предвыборной гонки достойные. Все кандидаты, участвующие в предвыборной гонке, это очень уважаемые, очень достойные люди. Хорошо, что у нас есть такая конкуренция. Пусть победит в этой предвыборной борьбе сильнейший, с лучшими идеями. Я хочу пожелать им успеха и хочу призвать всех амурчан прийти 9 сентября на участки, проголосовать, проголосовать за свое будущее, за будущее своих детей. Все у нас получится, а у нас впереди очень большие перспективы. Напомню, досрочные выборы губернатора Приамурья состоятся 9 сентября. Кстати, с 25 июля в регионе реализуется услуга «Мобильный избиратель». Амурчане, которые не смогут прийти в день голосования на свой избирательный участок, могут подать заявление о голосовании по местонахождению. Десятки жителей области уже воспользовались услугой. Анастасия Петраш, Роман Идаков, Амурское областное телевидение. Смотрите далее в нашей программе. Улучшит породу. 15 племенных гирефордов прибыли в Приамурье из Челябинской области. Явление Богородицы на Амурье в Благовещенске вспомнили события 1900 года. Молодые профессионалы, два студента Амурского колледжа, представят Дальний Восток на Всероссийском чемпионате WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске. Новая звезда, белогорская школьница, примет участие во Всероссийском музыкальном телепроекте. Спасибо, что остались с нами и мы продолжаем. На ферме села Васильевка Белогорского района пополнение. Из Челябинской области в Приамурье привезли 15 племенных бычков породы гирефорд. Они будут улучшать племенные показатели общего стада. В прошлом году в хозяйство «Красная звезда» уже доставляли новых производителей. И этой весной там появилось на свет около 300 телят. Как адаптируют животных к местным условиям, узнал Юрий Камышный. Эта мужская компания пока на обязательном карантине. Челябинским гирефордом выделили отдельный коровник. Там животные находятся на свободном содержании, но без контакта с общим стадом. К новому дому бычки добирались 8 дней путешествия. Все 15 животных перенесли нормально. Животные хорошо перенесли транспортировку. Небольшая потеря веса, но это транспортировка. Нагоним. Да, нагоним. Даже после небольшой потери веса при транспортировке, масса годовалого бычка почти полтонная. При правильном питании и сбалансированном рационе потери в килограмм или два нагоняют за считанные дни. В будущем вес одного такого производителя превысит 800 килограммов. Мы стараемся сбалансировать питание, чтобы хватало всех витаминов, минералов, белков, жиров, углеводов. Чтобы были хорошие приросты. Отлично, чтобы животные могли выразить свой генетический потенциал, так как можно купить животное породистое. Но в связи с отсутствием хорошего кормления и содержания, оно не вырастет и не даст той продукции, которую мы хотели бы получить. Сейчас в «Красной звезде» почти 1200 голов элитных мясных гирефордов. Племенную работу здесь возродили два года назад. Тогда у фермы в Васильевке сменился хозяин. Сегодня предприятие не только подтвердило статус племь-репродуктора. Разведение и уход за животными в хозяйстве поставлен на научные рельсы. Кроме питания, а оно, к примеру, у бычков одно, у кормящих буренок другое, особое внимание уделяется содержанию животных. Кстати, все гирефорды круглый год на свободном выпасе. Большая работа ведется и в улучшении генетики. На ферме шутят, у каждой рогатой, как у человека, есть свой паспорт, в котором отражена родословная до четвертого колена. В этом году получили приплод уже от первой партии быков, которую мы завозили в прошлом году. Мы завозили пять быков. Они показали очень хорошие результаты. Мы получили уже больше трехста телят. Телята отличные, то есть, ну, хорошим экстерьером, перспективные. Естественно, на них есть все документы. В «Красной звезде» надеются увеличить поголовье и за счет нового пополнения. Сегодня предприятие, одно из немногих в области, специализируется на мясном животноводстве. Благодаря качественной селекционной работе количество животных здесь постоянно растет. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Амурское телевидение переходит на цифру. Уже с 2019 года аналоговое вещание прекратит свою работу. Однако без телевизионного сигнала, говорят, в правительстве области не останется ни один населенный пункт. Как в Преамурье проходит масштабная цифровизация и какие бесплатные каналы смогут смотреть амурчане после Нового года в материале нашего корреспондента. Уже уникальные кадры кинохроники. В Благовещенске монтируется первое оборудование для телевизионного вещания в аналоге. Таким оно было полвека назад. Сегодня технологии шагнули вперед и само время потребовало модернизации. Аналоговое телевидение выглядит точно так же, как и 10-20 лет назад. Единственное отличие сейчас на логотипы аналоговых каналов появилась буковка А. Пока телезрители могут смотреть как аналоговое, так и цифровое вещание. Первое обозначено буквой А возле логотипа канала. Но уже после новогодних праздников привычный аналог от нескольких вещателей увидят только жители Благовещенска. По области в эфире останутся и программы Амурского областного. После 11 января из аналога ничего не увидят, кроме телеканала Первый областной, то есть вашего телеканала, который продолжит работать в аналоге. Цифровое вещание в Преамурье началось 8 лет назад. Первыми более качественную картинку смогли принимать жители Благовещенска. Со временем такая возможность появилась и у других пользователей области. Пока первый цифровой мультиплекс охватывает более половины всей территории региона. Но уже осенью в эфир запустят и второе количество пользователей цифры увеличится вдвое. Остальные зрители смогут видеть два мультиплекса поздней осенью или в начале зимы. Тогда заработают полностью цифровое эфирное телевидение в полном объеме. И все жители области, то есть 98%, смогут смотреть два мультиплекса, то есть 20 телевизионных каналов. О преимуществах современных технологий говорили на форуме «Цифровая трансформация муниципалитетов», который прошел в Белогорске. Инновации, конечно же, не обошли и телевидение. Причем замена аналога цифровым вещанием – первый шаг в реализации большой программы, о которой говорил президент Владимир Путин. Без качественного сигнала, рассказали участники встречи, не останется ни один амурчанин. Жителям отдаленных поселков, а их почти 12,5 тысяч, цифровой сигнал будут передавать с помощью спутника. Для этих жителей Министерство связи приняло решение, что обеспечение цифрового вещания будет через непосредственное спутниковое вещание. Были обозначены основные игроки – это Триколоры НТВ, ребята, которые обеспечен для этого населения. Приставки, спутниковые тарелки, проведут инсталляцию. Приход цифрового телевидения неизбежен, утверждают специалисты и уточняют. К приему качественного сигнала нужно готовиться уже сейчас, ведь до Нового года время еще есть. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Лучшие предприятия потребительского рынка наградили в Благовещенске. В конкурсе участвовали около 40 компаний. Победителей выбрали в шести номинациях. Торжество прошло в преддверии Дня работника торговли, который отмечался 28 июля. Наша съемочная группа встретилась с некоторыми победителями конкурса и узнала, как и чем привлекают клиентов. Причем не только русских, амурские магазины и столовые. Пара десятков представителей Поднебесной, скупающих российские продукты. К наплыву иностранных покупателей в обычном Благовещенском супермаркете давно привыкли. В течение недели в Амурске приезжают по несколько групп из соседнего Хэ-Хэ. Покупают, говорят, в основном молочные продукты, шоколад и муку. Большим разнообразием отличаются вкусы благовещенских покупателей. Одни приходят сюда за свежей выпечкой, другие за повседневными товарами. В супермаркете, говорят, угодить каждому покупателю не трудно. Это и есть один из секретов успеха, который позволил торговой точке стать лучшим предприятием торговли Благовещенска среди магазинов по реализации продовольственных товаров. Мы постоянно участвуем в различных конкурсах и занимаем довольно непосредние места. Добиваемся высокого уровня обслуживания покупателей. Это красивая выкладка, это обслуживание различными акциями. Держать марку помогает и слаженная работа. Каждый сотрудник знает, за что отвечает. Поэтому предприятие действует как единый организм. Награде в супермаркете очень рады, обещают работать еще лучше. Рабочий день в этой столовой начался буквально час назад, а здесь уже наплыв покупателей. И так говорят, целый день приходят работники близлежащих офисов и бизнес-центров студента, а также водителя. В трапезе утверждают, клиентов привлекают соотношением цены и качества. Мясные и рыбные блюда, салаты и горячие, а также выпечку на предприятии готовят четыре повара. Рецепт вкусной и полезной еды, говорят в компании, прост качественные продукты и хорошее настроение. Мы закупаем хорошее качественное сырье, и на нем работаем. Соответственно, конечный продукт получается тоже высокого качества по сравнительно невысокой цене. Реализацию продуктов питания на последующие дни мы не оставляем. То есть мы работаем строго по бракиражным журналам, как положено отпуск продукции. То есть если где-то пять часов реализации, то она реализуется пять часов. В процессе рабочего дня продукция доготавливается. Далее, под конец рабочего дня продукция распродается. Столовая работает уже 10 лет, но только в этом году впервые приняла участие в городском конкурсе. А в итоге предприятие оказалось лучшим в сфере общественного питания среди баров и столовых. Кстати, победы не ждали. Уж слишком высокая конкуренция. Мы подали заявку, потом к нам пришла комиссия и пригласили нас на награждение. Мы, конечно, ожидали, может быть, какого-то призового места, но первое для нас было большой неожиданностью. И получив первое место, мы теперь считаем, что нам нужно соответствовать ему, стремиться еще к более высоким результатам, добиваться более широкого круга потребителей и держать свою марку, конечно. Теперь заслуженная награда в столовой на видном месте. А в дальнейших планах предприятия развиваться и держать марку, чтобы соответствовать полученному званию. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Амурские спасатели спасли кошку из коммунального плена. Целые сутки животное просидело в межстенном пространстве. Кошка пробралась в отверстие плитки, которая закрывает коммуникации в ванной комнате и не смогла выбраться. Жительница Благовещенска пыталась вызволить животное самостоятельно, но в итоге решила вызвать спасательную группу. В сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около двух часов дня. Известно, кошку привезли в областную столицу на стерилизацию из деревни. Однако от стресса хвостатая селянка забилась в узкую щель между плитами. Сотрудники центра ГЗИПБ по мяуканью определили ее местоположение. Чтобы освободить кошку, спасателям пришлось делать отверстие возле ванны. Спустя какое-то время они смогли ее благополучно вытащить. В Благовещенске вспомнили события 1900 года. В это время, в начале августа, областная столица подверглась обстрелу с китайской стороны. В Поднебесной началось восстание и хатуани. Избежать массовых жертв и разрушений удалось не только благодаря самоотверженности наших предков, но и заступничеству Пресвятой Богородицы, которая, по преданию, явилась на берега Амура и встала на защиту города Благовестия. В память об этих событиях в столице области прошел крестный ход. В этом году он собрал сотни верующих амурчан. Юрий Камышный расскажет подробнее. На торжественную службу перед началом крестного хода пришли десятки верующих. Молеби надслужили у главной святыни Амурской области чудотворные иконы Албазинской Божьей Матери и еще одного почитаемого у православных образа Богоматери в Белом. Ее еще называют заступницей Благовещенска. По воспоминаниям очевидцев, в 1900 году, когда город попал под обстрел, на его защиту встала сама Матерь Божья. Над Амуром явилась Божья Матерь, причем видели ее в основном китайцы, со стороны которых шел обстрел. Они видели ее как прекрасного вида женщину в белых одеяниях с младенцем на руках. И после этого очень многие, те, кто участвовал в этом обстреле, кто-то не мог стрелять, у кого-то отказывало оружие. В результате город был спасен. Именно два этих образа чудотворной Албазинской Божьей Матери и Богоматери в Белом пронесли по исторической части города, той самой, которая в 1900-м подверглась обстрелу. Маршрут крестного хода протянулся от Кафедрального собора до Триумфальной арки. Весь этот путь прошли не только священнослужители, но и прихожане. Многие принимают участие в этом памятном событии уже не первый год и даже специально приезжают в Благовещенск из других районов области. Это очень, так сказать, для нас значимый день. Очень сердце, вы знаете, аж слезы выступают, когда проходишь в этом креслом ходе. Очень дорожим этим днем и очень, вот важно очень для нас. Прошлый год был и раньше был, потому что душа просит. В церковь не всегда хожу, не по состоянию здоровья и все. А сегодня, как видите, погода нам благоволит, погода такая, что не дождя и солнце милостивое к нам. Еще один молебен отслужили у Триумфальной арки. Здесь не только вспоминали о событиях начала 20 века, но и молились за то, чтобы их больше не повторялось. Архиеписко-благовещенский Тындинский Лукьян назвал этот отрезок из истории Благовещенска и радостным, потому что явилась Богородица и одновременно печальным. Печально, потому что у людей того времени совершенно не было надежды. Их оставляло вера в то, что наш город будет спасен. Но они не переставали молиться у чудо-творного газинского образа и просить защиты Божьей Матери. И не наполнить вам чудо-творного образа на реке Амуре. Сегодня Благовещенский хай-хэ разделяет только пограничный Амур. Но преград для дружбы и экономического сотрудничества нет никаких. Отношения между городами с каждым годом укрепляются. А события 1900 года остались только на страницах учебников. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Возвести кирпичную стену на скорость и создать декоративную фреску. Каменщик и маляр Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства готовятся представить Дальний Восток на Всероссийском чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia. Он стартует в Южно-Сахалинске в августе. О том, как тренируются ребята и сколько времени проводят в мастерской, узнала Екатерина Рожкова. Нарезать и уложить кирпич с точностью до миллиметров. Правильно приготовить цементный раствор, сделать расчеты, а также собрать модуль в соответствии с рисунком. Такую технически сложную задачу ставит перед собой будущий каменщик Анатолий Сыпало. В мастерской Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства он проводит по 8 часов в день. Ведь впереди главное испытание – финал конкурса WorldSkills Russia. К предстоящей поездке студент готовится основательно. Выкладывает те модули, которые ранее уже были заявлены на национальных и мировых чемпионатах. Молодой специалист признается – представлять свой регион на всероссийском уровне – большая ответственность. Ну, конечно, это ответственный, уже победительный такой этап. Ответственный очень, потому что я представляю весь Дальний Восток. Конечно, очень тяжело, но ничего, пытаюсь настроить себя на дальнейшем, чтобы было всё. Прорабатываем те нюансы, которые в основном у меня – это, допустим, размеры модуля самого, размеры рисунков. Пытаемся это всё выдержать. Продолжение следует... Самое сложное мне даётся – это дверь так, как она более трудоёмкая такая. На её подготовку выделяют даже отдельный день перед конкурсом. Но самое сложное в ней – это нужно её вышлифовать так, чтобы она была идеально гладкой. Поэтому она и является такой трудоёмкой. Для всех участников чемпионата эти соревнования – важное событие в жизни. Ведь юным мастерам не только открывают путь в профессию, но и помогают найти будущее место работы. Это очень важно в первую очередь, потому что для самого участника есть преимущества в трудоустройстве. То есть у нас наши конкурсы посещают работодатели, которые очень смотрят, как участник работает и, конечно же, уже предлагают ему определённую работу. Финал всероссийских соревнований WorldSkills Russia пройдёт в Южно-Сахалинске 8 августа. Свои профессиональные навыки в 60 компетенциях покажут более 800 конкурсантов. Победители этого этапа представят сборную России на международных состязаниях. Екатерина Рожкова, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Оранжевый мяч вновь в Благовещенске. Соревнования по уличному баскетболу пройдут 11 августа на территории спорткомплекса «Юность». Сыграть в баскетбол смогут и дети, и взрослые, независимо от уровня подготовки. Требуется лишь набрать команду из четырёх игроков – трёх основных и одного запасного. К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки до 14 лет, юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет, мужчина и женщина от 19 лет и старше. Заявку на участие можно подать с 9 по 11 августа по адресу улица Ленина, 97. Дополнительная информация по телефонам, которые вы видите на экране. Кстати, участниками всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу станут около 50 тысяч человек. Состязания пройдут в 80 городах России. Лучшие команды наградят кубками и дипломами. Амурчанка на всероссийском конкурсе Екатерина Маскалёва выступит в музыкальном телешоу «Новая звезда». Белогорская школьница стала участницей четвёртого сезона телепроекта. Особенность конкурса в том, что в нём участвуют исполнители всех 85 регионов страны. А идея его создания принадлежит и министру обороны России Сергею Шойгу. Для участия в проекте Екатерина Маскалёва отправила онлайн заявку, видео и аудиоматериалы, а также список из 15 песен, которые она могла бы исполнить на проекте. В случае, если станет его участницей. 27 июля стали известны имена победителей отбора, и Екатерина оказалась в числе лучших. Позвонили неделю назад, честно, я уже даже забыла о том, что я как бы подавала куда-то заявку. Вот, поэтому очень было неожиданно, когда позвонили, и мы безумно были рады этому всему. Просто не сказать, как, потому что, ну, как бы, понимаете, представлять, ну, то, что я единственный, кто прошёл от своей области. Это очень почётно и очень вот гордо звучит. И для меня это большой успех, что я представляю именно свою родную Амурскую область. Кстати, из списка песен, которые на конкурс отправляла Амурская школьница, жюри выбрала композицию Николая Носкова «Снег». Именно её и исполнит девушка. Юная певица поёт в детской образцовой студии, выступает с концертами в Белогорске и других городах. В этом году Катя в составе делегации от Амурской области приняла участие в 17-х Дельфийских играх в Владивостоке. Новая звезда – первый конкурс, в котором участвуют исполнители со всех регионов России. Жюри возглавит известный композитор Максим Дунаевский. Также оценивать талантливых ребят из разных уголков страны будут и народный артист России Дмитрий Харатьян, телеведущий Юрий Николаев, режиссёр Василий Бархатов и певица Зара. В финале каждого концерта прослушивания жюри определят самых сильных конкурсантов, которые попадут в следующий этап новой звезды – полуфинал и финал. Шоу можно будет посмотреть в эфире телеканала «Звезда». На этом у меня всё. Пересмотреть программу можно в социальных сетях на страничке Амурского областного. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова